Внимание, ребята! Срочная новогодняя новость для вас! Marketplacegoods.ru от M-Video новое место для самых дешевых покупок. Реально очень дешево, и там есть все, что нужно, от электроники до товаров для животных. 500 бонусных рублей дают сразу, всего лишь за регистрацию. С любой покупки кэшбэк, то есть возвращается обратно до 25%. Цены реально ниже, чем в Ашанах и других магазинах. Сколько, например, у вас в месяц уходит на корм? А представьте, сколько получится сэкономить. Так что рекомендую goods.ru 500 рублей просто за регистрацию, кэшбэк до 25%. Цены супер-пупер низкие. Ссылочка будет в описании. Привет, я Аня, и ты на канале Magic Family. И как я и обещала вам, ребята, как только выпадет очень много снега, я снова отправлюсь со всеми своими собаками на прогулку, и мы наконец-то увидим реакцию Юмичу на снег. Настоящую, а не как в прошлый раз получилось. Юмичу пока что в машине, потому что она еще снег такой не видела, и я думаю, что реакция будет интересной. Да, Мишань? У нас снегопад, но на самом деле не очень холодно, даже, я бы сказала, тепло, потому что вот я расстегнута, а вы подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать наши новые ролики, и мы начинаем. Мишанька у нас в пуховичочке вот таком вот, в таком вот красивом пуховичочке, да? Софиша, Эйвен, пойдем гулять! Эйвен, пойдем! Юмичу, пошли! Ай, молодец! Я возьму Юмичу на ручки сейчас, и мы пойдем куда-нибудь, где побольше именно снега. Софиша бегает, проваливается в снегу, но ей нравится явно. Давай, снег! Мне кажется, она сейчас замрет просто и не будет передвигаться. Нет, ходит, ходит. Попезали по снегу скорее! Юмичу, давай, давай! Юмич пробирается, она не понимает, как бегать по снегу. Если все, когда я сплю, например, в кровати, мы все вместе спим, все уходят наоборот куда-нибудь, где прохладнее, Эйвен даже летом зарывается куда-то в одеяло мне в подмышку и может реально дрожать. Вот ты мой красавец, пацан! Ты моя красота! Юмичу, иди сюда! С нами сегодня нет киса Алисы, потому что она еще не приучена к улице, и она еще не гуляла ни разу в жизни. Хотя я хочу, чтобы она научилась, как раз уж живет в собачьей семье, была социализирована и тоже умела ездить на машине, не бояться переноски, поэтому следующее видео, если вы хотите, будет про прогулку киса Алисы в первый раз в жизни. Если да, ставьте лайк этому видео. И, кстати, пишите в комментариях, про кого и на какую тему вы еще хотите ролик. Ваши идеи я буду использовать и снимать такие видео. Наверняка вы видели такие кадры в интернете, что когда собаку или даже кошку держат над водой, над морем, в общем, над полной ванной, она начинает как бы перебирать вот так лапами. И Юви точно так же делает, когда я ее начинаю опускать на снег, она точно так же начинает перебирать лапами. Смотрите, как будто она плывет. Ее мозгу кажется, что она плывет из-за движения воздуха, который вот здесь проходит. И вот моего движения руки, то есть если рука моя замрет, я ее придержу. Хотя нет, она тоже продолжает плыть. Юми, бедный тюмой покемон. А еще, ребята, 10 декабря в 13.00 я буду в Сочи на улице Рос-52, кафе Оливье. Уютненько посидим в маленькой сочинской компании. Снег, Новый год скоро. Эй, Ван, иди сюда. Скоро Новый год, ребята. Кто? Кто мои друзья? Юмичу, пошли. Пошли. Давай, Юмичу, пробирайся, учись, ходи сквозь снег. Смотрите на Мишу. Скорее. Ай, Софи, молодец. Ай, молодец, моя замка. Молодец. Ай, Миша, я молодец. Миша и Софи просто две героини девочки. Эй, вон там капризничает, а Юмичу вообще идти не хочет. Обратите внимание на то, как ходит Юми. Она очень это смешно делает. Софиш, пойдем. Девчонки ходят именно как бы перепрыгиваясь, а Юми прям как-то переступает. Смешно. Давайте учите Юмичу ходить, девочки. Смотрите, как им не смешно ходит. Ей явно не нравится. Но нужно приучаться ходить по снегу, потому что мы будем зимой много гулять. И все должны уметь передвигаться по снегу. Ай, молодец. Вот, Софиш, аккуратнее. Ты моя зайка. Ты моя зайка. Прыгай, прыгай. Ай, молодец. Прыгай. Прыгай, молодец. Юмичу, кто такой красивый? Миша и Софиша самые нормальные сегодня на прогулке. Их не парит ни как снег. Они прям такие гуляют, бегают. Софи опять вылез. Язык. Я иногда и Васика в шутку называю старичок, потому что он правда иногда видит себя прям как маленький старичочек такой. Хотя он еще совсем не старый. Побежали? Побежали, давайте. Сугробы. Юмичу, ну скорей. Ай, молодец. Ай, молодец. Ай, молодец. Молодец, Юмичу. Пробегается недовольная сквозь сугробы. Давай, 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 иди сюда. Софиша прям прыгает сквозь сугробы. Это точно так же, как она делает в море, когда купается, она прям прыгает сквозь волны. Юми же еле-еле ползает. Несмотря на то, что я по большей части показываю именно жизнь с животными, как она проходит у нас, я все равно всегда по пути даю какие-то полезные советы. И вот один из полезных советов вам на сегодня, это как приучить собаку вообще к чему-либо. Вот, например, Юми явно не нравится снег. Приучать очень просто. Нужно делать это постепенно, небольшими такими промежутками. То есть сегодня вышли погулять на 10 минут, завтра на 15, послезавтра на 20. И обязательно хвалить за то, что она правильно делает. Если что-то не нравится, не надо хвалить. И ни в коем случае, это, конечно, звучит немножко жестко, не надо хвалить за неправильное поведение, то есть сюсюкать с собачкой. Очень часто люди делают такую ошибку, да, Софиш, когда собака как-то, например, боится, дрожит или лает, а они начинают типа ее успокаивать, то есть говорить, о, ты бедненька. А она думает, что, получается, ее похвалили за то, что она так поступала. И потом, в другой раз, она именно так и будет делать. Юмичу нашла траву в снегу и теперь ее ест. Ну что, пошлите дальше пройдемся. Давайте в сугроб, ребята. Миша забуксовала в сугробе. Миш, давай иди сюда. Давай, Миша. Вы видите, как изменилась Мишка, какая она была трусиха, как она даже боялась просто куда-то идти. И как сейчас она, впервые Юмичу, самой активной, бегает. Ай, молодец. Ай, молодец, Юмичу. Все молодцы. Миша прям такой медвежонок в снегу. Такая хорошенькая снега налепила на нее. А у Софи борода из снега. Ну что, спускаю Эйвона. Юмичу, тебе нравится? Ай, снег, скажи. Снег. Кто быстрее бегает сквозь сугробы? У меня есть предположение, что это будет Софи. Раз, два, три. Побежали. Кто быстрее? И Васик с Софи, как более опытные путешественники, прибежали быстрее. Миша с Юми примерно одинаково. Но Мишенька, потому что она совсем такая маленькая скромняшечка, она все время застревает в сугробах из-за своих маленьких, коротеньких лапок. У нее и лапки явно короче, чем у Юми. Кстати, дайте я сделаю фотку в наш инстаграм. Где мой телефон? Юми уже освоилась и сама пошла куда-то гулять, в сугроб. Побежала такая самостоятельная. Юми, а мы уезжаем вообще-то. Как? Не забудьте меня. Побежали. Давайте. Софи, Эйвон, ать, ать. Юми в одежде. Как запрыгнуть? Давай. Давай, Юмичу. Давай. Ай, молодец. Мишаня, что вы хотите от меня? Сейчас все будут тут отогреваться. Я нашла телефон, я оставила его в машине. В общем, мы сейчас поедем домой, потому что все промокли, и чтобы они не простудились, ребята, надо их быстренько высушить и согреть. А вы подписывайтесь на канал, смотрите другие ролики там по ссылочкам, на других каналах, на нашей соцсети. И увидимся скоро в новых видео. С наступающим Новым Годом! Хотя до Нового Года еще очень много, но все равно. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok